Моя тема, я не знаю, возможно, стоило где-то ближе к началу все-таки прочитать, она посвящена ресурсам, стилям и темам. Просто ресурсы, с ними так или иначе все уже должны были столкнуться, потому что без них никак. Вы уже какие-то домашние задания делали, уже, да, уже на самом деле, наверное, все, что мы сделаем, да, это просто как-то систематизируем знания, сделаем краткий обзор, может, что новое узнаете из этого. Вот, значит, ресурсы располагаются, как правило, в папке рез в проекте, и дальше они по разным категориям рассортированы по разным папочкам, и там лежат. Значит, основные из них содержатся, это вот это все под название подпапок. В аниме, в папке аниме, как правило, хранятся анимации по ключевым кадрам, то есть это, грубо говоря, описываются ключевые кадры анимации, то есть задаются какие-то относительные смещения, изменения масштабов и прочего, и потом просто эта анимация зачитывается из ресурса и применяется, например, какой-то вью на экране, и она по заданным ключевым кадрам начинает плавно перемещаться, потому что все остальное интерполирует уже сама среда. В папке аниматор мы храним анимации свойств. Ну, возможно, даже стоит так сейчас пример какой-то. Вот аним. Так. То есть это анимация, так называемый твинт анимейшнс, это анимация ключевым кадром. То есть мы указываем некий шаг, его продолжительность, следующий шаг, его смещение от начала, это все в миллисекундах, и потом это можно, декларативно описав таким образом анимацию, можно ее достать, применить какой-то вьюшке и потом ее много раз переиспользовать. Так. И анимация свойств. То есть вот таким незатейливым способом можно, например, описать анимацию для некой вью в ее разных состояниях. То есть, например, мы берем какой-то элемент, кнопку, на нее нажимаем, у нее состояние пресс, для нее вызывается анимация изменения ее масштаба по иксу, по игреку, и при отпускании мы возвращаемся в исходную. Вот, единички. Вот. Вот для этого папочки эти нужны. Далее. Так, а также тоже видно, да. Ну и отлично. Значит, следующая папочка Color, и в ней хранятся, как правило, аналогичные вот такие штуковинки, как правило, селекторы, которые тоже описывают цвета некие в разных состояниях для вьюшек. Когда они там нажаты, когда они в фокусе, когда они заенейблены, задисейблены и так далее. Потому что просто описание самых примитивных цветов, они на самом деле лежат в папке values в соответствующих XML файлах. Ну, там, потому что примитивные значения RGB. Вот. Дальше у нас папка drawable. Там у нас много всякого и разного интересного. Там у нас, как правило, лежат битмапы, растровая графика, то есть PNG, WebP с некоторых пор. Ну, как вы уже знаете, что с недавних пор в андроиде появились вектор drawables. И лучше, конечно, использовать именно их, потому что, во-первых, они меньше по весу. Это векторное описание графики, оно позволяет масштабироваться под любые размеры экранов. В общем, это за этим будущее. По возможности никаких PNG, гифок и прочего быть не должно. На корняк WebP, чтобы маленькое по размеру было. Так, дальше там могут быть ninepatches. Ninepatches, знаете, что такое, да? Давайте так. Так вот. Ninepatches. Значит, для того, чтобы сделать такие вот, например, хитренькие баблики, которые часто используют мессенджинги, используют специальные картинки, построенные определенным образом. Они всегда по краям, один пиксель по краю, кромка, у них всегда прозрачная. Сверху определяется вот этими черненькими точками, то есть все остальные пиксели, они прозрачные, черненькими точками определяется та часть картинки. Это все растровая графика, то есть, например, PNG, как правило, файл, ну или WebP. Определяется та область, которая будет растягиваться. То есть, эта картинка ставится, как правило, фоном для, например, TextView. То есть, там внутри текст, и по мере растяжения текст большой, значит, фон начинает растягиваться. И растягиваться он может только... То есть, эти пиксели остаются нетронутыми, тянется по горизонтали все, что находится вот в этих пределах, по вертикали все, что находится вот в этих пределах. То бишь, у нас, например, вот тут остается нетронутым хвостик, он не тянется, остается на местах, иначе он исказится сильно. Вот, и мы получаем вот такой возможный вариант, такой возможный вариант. Вот. А в 9-патчах справа и снизу указывается та область, внутри которой должен располагаться контент. То есть, все, что будет находиться за его пределами, ну то есть, вот, грубо говоря, вот тут вот по горизонтали и по вертикали вот здесь, все напротив чего нету вот этой палочки, оно будет вот тут заполняться текстом. То есть, это нужно для того, чтобы создавать отступы. Так. Помимо 9-патча используются стейтлисты, ну вот по аналогии с тем, как вот есть color-стейтлист, такой же есть для дроблов, для картинок. Мы можем взять и в одном файле задать для разных состояний вьюхи, указать, на какие дробл ресурсы есть ссылаться, на какие картинки или что-то еще. Также там могут быть описаны фигуры при помощи шейпов, ну, это, в общем, все можно почитать, посмотреть. Вот, ну и разные другие типы, такие нечасто сильно используемые для композиции разных дроблов, для того, чтобы их как-то позиционировать, задавать им масштаб, вот, и так далее. Так. Так, ну, в папке mipmap хранятся, как правило, иконки для самого приложения, чтобы в лончере андроида показывать. В папке layout разметки. С этим вы не могли не сталкиваться. Так, в меню хранятся все возможные описания для стандартных менюшек, то есть есть класс menu-inflator, который на вход принимает XML-файлы, которые имеют определенный вид и форматы, и они вот все лежат в папке menu. Ну, вот тут не обязательно это все видеть. Суть в том, что есть стандартный формат, он используется в контекстах меню, в меню для экшен-байров, в options-ах, везде. Он позволяет делать элементы меню с иконочками, с какими-то шорткатами, вот, позволяет даже задавать им какие-то хот-ки, для, если используется у устройства клавиатура, ну, в общем, много чего интересного. Позволяет это все в группы организовывать, в подменю, вот, в общем, в принципе, все, что необходимо. Так, дальше у нас raw папка. Тут у нас используются некие файлы, которые мы просто будем as-is, как вот input-streamы, считывать уже в самом приложении в рантайме. Ну, например, туда могут попасть какие-то звуки, которые используются в приложении, там, m3-файлы и что-то еще. Оно все после попадания в эти папки, оно отделяется неким ID, и вы поэтому ID, используя вот, да, ID, вы можете обращаться и получать. Значит, помимо этого есть, ну, так, скользь, есть еще возможность все такие аналогичные файлы, которые будут потом считываться тоже в сырую, положить в папку assets и при помощи asset-manager доставать, и тогда они уже достаются не по ID, который int, а уже просто по пути, как будто бы файл. Просто как в вайловой системе лежит. Так. Что у нас следом? Ага, тут где-то тут, да. Дальше у нас самая популярная штуковина для хранения, как правило, примитивных типов – это values. Вот, и туда попадают у нас, ну, скажем так, это стандартные названия для, общепринятые названия для вот этих самых файлов. Они могут, понятное дело, варьироваться, их можно для удобства, там, как-то разбивать на, по файлам, там, для какого-то одного раздела приложения, там, colors, например, section A, colors section B их называть. В общем, стандартные названия такие. Значит, в Arrays мы храним массивы, описание массивов, чтобы их потом просто типизированными аккуратненько доставать. То, что это часто используемая штуковина, структура данных. В colors мы храним примитивное описание цветов в формате RGB. В diamonds мы храним всевозможные размерности. Они могут быть в DP, в SP, в общем, это могут быть, то есть, получается, что это могут быть и просто размерности, которые используются в разметках, это могут быть размеры шрифтов и так далее. В strings мы храним все строковые ресурсы. Это очень важно. И для локализации приложения в частности. Вот в styles мы храним стили наследников стандартных стилей. В общем, все, что связано со стилями. Так, помимо этого, есть у нас отдельная папка XML. И, в общем, обычно туда попадают XML конфигурации. Просто, в отличие от RAW, мы по ID получаем сразу партер и можем распартить файл, лежащий вот в этой папочке XML. Так. Ну и последняя папка для шрифтов. Так, в шрифтах мы можем положить либо сам шрифт в одном из поддерживаемых форматов. Ну, в принципе, все, что можно, поддерживается. Либо каким-то образом определить семейство стилей. Вот как в данном случае мы определяем. Мы можем, например, использовать для одного в стиле типа italic. Можем один использовать, стиль задавать. Ну, как правило, просто в шрифтах иногда инкапсулировано сразу все их стили. Для italic, для normal, для bold. Вот. Иногда они все по отдельности идут. Таким образом, можно собрать воедино. И потом этот font family вместе использовать в нужной точке. Вот. Примерно как вот в этом примере. Кнопки переопределяется font family. Вот. Значит, спецификаторы конфигураций. Это, иначе, configuration qualifiers. Это то при помощи... То есть некие модификаторы, которые можно добавлять к названиям папок для того, чтобы поддерживать разные конфигурации устройства либо среды, в которые запущено приложение. Значит, там, в принципе, есть, ну, прям все, что только можно представить. Начиная от того, от региона сотового оператора. Это вот в первом случае. Во втором случае, это... Жирным я выделил то, что, как правило, чаще всего используется. Ну, как минимум то, что мы часто используем в рабочем проекте. Значит, языковые всякие особенности, спецификаторы языков. И там, может быть, они смогут быть с указанием региона, в новых форматах, по новым стандартам, оформленные с весьма себе узкой специализацией для каждого региона и подрегиона. Далее направление раскладки, слева либо направо. Значит, дальше smallest width SW. Это то, сколько вашему приложению абсолютно точно гарантируется, какой размер гарантируется ему по ширине или по высоте. В общем, самый минимальный размер, в который он может вписаться. Вот. И, как правило, вот можно положиться на то, что SW 720 – это будет какой-то уже тэблет, довольно крупный экран. Вот. SW 600 – это, как правило, такие фэблеты. И, в общем, все, что ниже – это просто обычные телефоны. Вот. После этого width height идет, и они меняются при смене ориентации. Тоже все в DP задается. Помимо этого, screen size. И это то, чем пользоваться нужно очень аккуратно. Так, это чуть позже. Так. Соотношение сторон экрана. Широкий экран, не широкий экран. Так. Округлость экрана. Ну, это появилось, видимо, с поддержкой часов Android Wear. Вот. Цветовая палитра. Широкая, не широкая. То бишь, RGB палитра, sRGB, либо там какая-то Adobe RGB. Так. Экран поддерживает расширенный динамический диапазон световой, либо нет. И ориентация. Вот. Это то, значит, либо портретная, либо ландшафтная. Да, логично. Значит, помимо этого, режим отображения. В каком контексте вообще все это работает? Что это за устройство? То бишь, это может быть какой-то планшет, встроенный в машину. Это может быть VR-шлем. Это может быть вот appliance в данном случае, какое-то устройство, которое вообще не имеет экрана. Вот. Часы, телевизор и так далее. Вот. Потом, вот до внешних пор, есть еще модификаторы для, так называемого, ночного режима. Это то, что появилось очень давно в Android, но то, что долгое время мало кто поддерживал. Сейчас почему-то вот в последнее время стало модно крупным каким-то клиентам крупных сервисов поддерживать темную белую схему. Вот это все делается, как правило, на основе этого Night Mode. Так, помимо этого, спецификаторы, связанные с плотностью экрана, вот туда мы можем засовывать растровую графику. С этим мы тоже уже сталкивались. Да. То бишь, если мы берем вот MDPI, берем некую картинку, не знаю, там 10 на 10 пикселей, вот, мы хотим, чтобы на устройствах HDPI, которые с плотностью в полтора раза выше, мы делаем эту картинку уже 15 на 15 пикселей и вкладываем ее в соответствующую папку. Соответственно, на устройстве, в зависимости от его плотности, будет подбираться наиболее близкий из доступных ресурсов по соотношению сторон. Так, спецификатор наличия тачскрина. Ну, как правило, да, понятно, что он везде есть. Доступность клавиатуры. Так, количество кнопочек на клавиатуре. 12, вот, well-key, это имеется в виду ввод цифер. Так, возможность, так, навигация, это связано вот с нижней панелью навигации, доступна она, недоступна. Back, home screen и так далее. Так, потом навигация, ну, это тоже редко, наверное, используется, значит, есть ли на устройстве трекбол, там колесики и прочая всякая штуковина. Вот, ну и самое такое часто используемое полезное, это спецификация по платформам. Потому что, как мы знаем, Android имеет очень длительную историю, и за все это время с каждой версии где-то что-то добавлялось, какие-то добавлялись новые возможности. Вот, и в итоге то, что работает в одной версии, абсолютно неприменимо, например, к предыдущим. Ну, вот, значит, в итоге все это можно комбинировать, все эти квалификаторы конфигураций. Ну, это так вырожденный, конечно, пример, но можно сделать нечто подобное. Ну, то есть, понятно, что это дробл для русского языка, для планшетов, применимый в случае, если по высоте доступно 1024 dp в ландшафтный, ну, в общем, примерно понятно. Значит, порядок спецификаторов важен, то бишь, прям вот совсем важен, нужно идти четко по вот этому списку. Смотреть его и комбинировать их ровно по порядку. Директории не могут быть вложенными, регистр значения не имеет, можно его просто для удобства использовать, для лучшей читаемости, кому надо, но, в принципе, это не важно. Нельзя комбинировать квалификаторы из одной и той же группы, сделать, например, дробл одновременно для белорусов и для русских. Для этого, да, для этого нужно использовать алиасы. То есть мы, например, в дробл заводим, а вот тут, да, пример. Мы создаем одну физическую растровую картинку, вот, например, с таким названием, показывая, что она под обе локали пойдет. Вот, и потом сделаем отдельно дробл b и дробл ru, вот, и здесь делаем просто ссылку на файл. В итоге эти штучки мы не раскопируем растровый файл крупный, мы просто делаем маленькие XML-вставочки, вот, и в итоге они ссылаются на одно и то же. Так, в случае с разметкой тоже, чтобы ее не плодить и не копипастить, можно использовать инклуды. То есть просто вот сюда, грубо говоря, заинлайнится один в один то, что находится вот по этой ссылке. Так, ссылки на строки цвета, ну, в общем, да, все это понятно, через собачку и, собственно, какого типа атрибут мы ищем. Вот, значит, все это при помощи кода генератора при компиляции попадает в некое типизированное место. Все, как мы поняли, все эти ссылки, это на самом деле все эти ID, будь то цвет, стиль и так далее, все это целое число. Вот, чтобы гарантировать уникальность его, используется отдельный инструмент, который порождает такой класс, его еще, в общем, он кодогенерированный, его править не надо, но его еще даже и не просто, не всегда просто найти. То есть мы получаем класс, в котором лежат в стиле строки, в общем, все-все-все, все, что мы указывали по всем вот этим нашим директориям. Вот, еще неявно создаются ID, ID, кстати, это тоже, да, тоже ресурс, и ID можно отдельно объявлять, например, вам нужно, ну, просто какой-то уникальный, да, ID, который вы будете у себя там в коде использовать. Вы можете задать, как правило, в папке Values, в ID из XML вы задаете некий ID, у него тоже будет гарантировано уникальное число его. Вот, когда вы в разметке создаете новый ID, задаете у элемента, то для него создается соответствующий RID в классе. Так, таким образом, вот, из кода мы обращаемся, ну, вот package name, как правило, указывать не нужно, если это все находится в рамках вашей сборки, в вашем приложении. Вот, через вот этот самый R мы обращаемся из кода, через собачку и тип мы обращаемся декларативно из разметки. Вот, ну, и, соответственно, да, можно обращаться, если это просто, например, растровая картинка, мы обращаемся к ее названию, вот, без расширения, либо, если это XML или alias на эту самую картинку, то мы вот просто обращаемся к тому полю name, который мы для нее задали. Так, ну, что тут, ага, так, да. Тут мы проставляем, обращаемся к дробу, ну, то есть в зависимости от того, вот, что нам требуется, во многих местах нам достаточно просто ID целочисленного в сигнатурах методов, мы просто его передаем. Когда нам нужно уже, например, в данном случае setTitle, например, метод у getWindow, он готов принимать только строки, то мы просто через getResources у текущего контекста мы по ID достаем саму строку, подставляем. Ну, в общем, в зависимости от контекста, либо, да, все, короче, через getResources все доступно у контекста. Вот, ну и да, это с этим вы точно уже сталкивались, да. Получение у текущего, у текущей view можно по ID элемента получить, собственно, сам элемент. Так, значит, обращение из XML. Вот обращение, например, к ресурсу, который указан не у вас, а в, не в вашем приложении, а в платформе уже в Android самом. То есть вот есть стандартный цветовой ресурс secondary text.duck, можно к нему обратиться напрямую, и он возьмется и сюда подставится. Хотя у вас он не определен в вашем приложении. Вот, также можно обращаться к атрибутам текущей темы. Чуть-чуть подальше мы про тему поговорим. Обращение к атрибутам, оно идет через знак вопросика, то есть вот в такой простой форме это так описывается, как правило, потому что и так понятно, что это атрибут. Сюда подставится то значение, которое определено в текущей теме для вот такого атрибута. Да, важно делать всегда некие ресурсы по умолчанию, то есть, например, если задать строки только для русского, либо для английского, то вы заходите с каким-то неожиданным языком, неожиданно локалью, и приложение крэшится. Поэтому всегда выбираем один стандартный язык, берем его за основу. То есть пусть пользователь не прочитает, что на экране написано, но хотя бы приложение не упадет. С ориентациями, несмотря на то, что кроме ландшафтной и портретной ничего другого не бывает, все равно лучше-таки считать какую-то одну основной, вот, вторую дополнительной. В данном случае мы выбрали портретную основной. Так, значит, в API восьмом появились темные ночной режим, поддержка ночного режима, темная светлая схема. И поэтому, например, если ниже него задать отдельно drawable night и not night, то тоже будет крэш, поскольку при таком минус-дк меньше восьмого приложение просто не будет знать, где это drawable брать. Вот, он, желательно, да, выбираем тему по умолчанию, светлую, например, как правило, и просто делаем дополнительную темную. То есть на минус-дк меньше восьмого мы просто будем все искать в папке drawable по умолчанию. Так, значит, исключение у нас для вот то, о чем я сказал, что надо обязательно делать ресурсы по умолчанию. Ну, желательно делать, да, но, в общем, с ресурсами, с квалификаторами по плотности точек на экране можно, в принципе, например, ну, как вариант, можно задать, например, только там для xxxhdpi какую-то графику, и она просто под меньшие плотности экрана, она просто заскейлится, то бишь, даунскейл будет автоматический. Ну, это тоже нежелательно. Так, далее. Вот то, что я говорил, осторожно со спецификатором по размеру экрана. Там ситуация такая, что если у вас указан ресурс для размера large, но при этом экран по факту оказывается small, а там ничего нету, то будет крэш. Оно умеет только в большую сторону скейлиться, то есть от small clutch, да, а от large small нет. Ну, в общем, этим им лучше и не пользоваться. Вполне себе хватает спецификатора по плотности. Вот, то, как подбирается алгоритм подбора нужной папочки с нужными квалификаторами, как это делает вот среда в рантайме. Вот у нас на входе имеем локаль английскую, Великобритания, портретная арендация, HDPI, плотность пикселей на экране. Значит, отсутствует возможность, тачскрин отсутствует, и вот какой-то странный интерфейс у нас, цифровой нампад единственное, что можно делать. Значит, алгоритм действий. Первое, что мы делаем, это мы выбрасываем, вот тут циферками помечено, в каком порядке будут выбрасываться неподходящие конфигурации. Первым выбрасывается та, которая не соответствует текущему первому из списка спецификатору. То есть у нас явно совсем не франция, это все сразу же отпадает. Далее. Далее мы смотрим, какой у нас по списку следующий спецификатор, который в среде соответствует. Вот видим, что есть английский. Раз есть английский, значит, дефолтный сразу отметаем. Далее. Теперь мы проверяем, значит, спецификатор, есть ли он где-то еще указанный. И вот мы видим, что вот в двух других директориях он тут не присутствует. Значит, они тоже сразу выбрасываются. Следующий шаг. Мы смотрим на конфигурацию. Так. А, смотрим, что сейчас портретная ориентация. Вот. Но ее нету здесь. Значит, мы тоже этот вариант выкидываем. Ну и шестым у нас выпадает вот это, потому что тут не указана портретная ориентация. Потому что ноутач идет гораздо позже по списку этих самых квалификаторов. Вот. Поэтому выигрывает эта директория и будет браться значение из нее. Что? Если оно там есть переопределенное. Опять же, если в итоге мы в этой папке не переопределили некий ресурс, то мы просто можем взять в той папке, которая была вот по очереди при размотке всего этого дела. Из того же Drawable. Взять дефолтную картинку. Так. К стилям и темам. Вот. В общем, такая простейшая аналогия, что, да, стили и темы. Ну, стили — это как CSS, Cascading Style Sheets в веб-дизайне. Просто мы описываем значения некоторых заданных заранее атрибутов и применяем их каким-то элементом визуальным, к объюхам. Вот. Стиль, таким образом, — это коллекция атрибутов, определяющих внешний вид с их значениями. Вот. А тема — это на самом деле, это даже то, как вы применяете стиль. По сути, то есть стиль и тема — это примерно то же. Тема — это про то, каким образом вы применяете. И к чему вы применяете? Стиль можно только к UI элементам применить, в отличие от темы, которую можно применить еще к не UI элементам, а именно чаще, к чему ее все применяют, это прямо к самому корню, то есть к application, либо к activity. Все это прописывается в Android манифесте. Вот. И можно не UI элементы изменить, такие как, да, статус бар, который, то есть перекрасить статус бар, который, в общем, частью приложения далеко не является. Вот. Фон окна и так далее. Описываются они, как правило, в styles.exebelly, values папочки. Так. Ну вот, например, мы определяем, хотим задать, создаем новый стиль, наследуемся всегда от стандартного стиля для того, чтобы у нас была обратная совместимость и чтобы нам ничего не перезаписать какие-то, не обнулить какие-то другие стили. То есть мы наследуем, то есть все значения, которые есть в базовом стиле, мы забираем и просто добавляем или переопределяем какое-то новое. В данном случае вот стандартный абсолютно атрибут, text color, используется повсеместно на всех вьюхах практически. Цвет, цвет текста. Вот. Ну и так это применяется. Если в неком стиле, то есть когда мы применяем стиль к вьюхе, во вьюхе мы все, что на себя может, все атрибуты стиля, которые определены в данной вьюхе и которые присутствуют в стиле, они применяются все до одного. Если в стиле есть что-то, о чем вью не знает, то они просто игнорируются. Ничего страшного. Так. Значит, начиная с некоторых пор, к отдельным элементам, к отдельным вью можно применять и стиль, и тему. Вот. И разница их, да, в том, что стиль влияет непосредственно на саму вью, даже если это у вас какой-то контейнер, там, constraint layout, что-то еще. Это влияет только на нее. На все вложенные элементы не влияет. Если же вы это задаете как тему, то тогда по всем, все дети переопределяются. Вот. Так, вот мы наследуемся, ну, то, что было в предыдущем примере, наследуемся от стиля платформы. Лучше наследоваться от стиля из support library. Это дает большую совместимость. То есть, на самом деле, по умолчанию всегда используете наследование и работаете всегда, наследуетесь от вью из support library. Это лучше. Вот. Есть так называемое неявное наследование. Вот мы видим его пример. Это наследование через точечку. То есть, в данном случае мы берем, наследуемся, скажем, вот от этого стиля, поскольку в названии оно присутствует в начале, и его вот расширяем через точку. Их можно много написать. И таким образом, в общем, делать такую иерархию наследования. Вот. Но, да, это называется неявное наследование. Если мы одновременно укажем и явное, и неявное наследование, вот это явное, когда parent указывается, то явное наследование через parent всегда за override, всегда аннулирует наследование неявное. То есть, оно вообще полностью проигнорируется. Так. Касательно атрибутов вот того самого text color и прочих, это все можно посмотреть в документации. Их очень много, всех этих атрибутов. Вот. С описанием их можно посмотреть на сайте, узнать, кто на что влияет. Часто, чтобы не придумывать велосипед, может оказаться, что многое из того, что вам может потребоваться, уже есть. Вот. Важно смотреть. Ну и, в общем, гуглить тоже полезно. Вот. Еще в самом SDK есть описание стилей. Вот. Сейчас мы к этому на практическом примере подойдем. Thames material.xml. Так. Ну вот еще примеры, значит, про material, material подход и, в принципе, вот всю эту идеологию, вы тоже, наверное, уже слышали. Логично предположить, да? Ну, в общем, сейчас тоже ссылку на это дам. Это то, по каким принципам сейчас, ну, уже не сейчас, уже минимум лет пять, наверное, Google предлагает создавать все свои приложения разработчиками в стиле, в котором создает она все свои приложения стандартные. Вот есть стандартные темы, и желательно от них наследоваться, чтобы быть, хоть как-то напоминать базовые приложения. Ну, то есть, если вы никаким образом стилей переобрелять не будете, будете использовать стандартные все компоненты, стандартные вьюхи, то ваше приложение будет сильно напоминать стандартные приложения от самого Google. Вот, в данном случае мы применяем тему на все приложение в целом, в данном случае мы применяем на отдельную, ну, грубо говоря, можем на все приложение одну тему задать, и в рамках какой-то отдельной activity мы можем ее переопределить. так, приоритет применения стилей, да. Вот то, что под первым номером, это то, что имеет наибольший приоритет. То есть, вот, например, у нас есть текст view, мы задаем текст, есть понятие такой спаннable текст, это когда мы, ну, по примеру HTML, когда мы можем форматировать текст при помощи тегов, сделать, форматировать его на параграфы, создавать там ссылки и прочее, гиперссылки. Вот, это то, что имеет самый большой приоритет и то, что переопределит все возможные настройки, которые были указаны дальше по списку. Вот, можно программно из кода поменять, там, поменять setTextColor у textview, например, из кода поменять. Это имеет тоже довольно большой приоритет, но уже чуть меньше. Декларативное применение в самой разметке, использование стиля, стиль по умолчанию, применение темы, тема, да, вот она, то есть вы одновременно можете и стиль, определить и тему на view, но стиль будет иметь больше приоритет, соответственно, то, что указано, стиль, указанный в теме, которую вы применяете на view, он будет переопределен стилем, тем, что указано как стиль. Так, и... Так. Да, есть такой специфичный, некий... атрибуты, например, text appearance, text view, это специфика исключительно text view, там font family, в общем, размер шрифта, какие-то его цветы, его задается, это имеет самый слабый приоритет, ну, можно пользоваться, но вообще, как бы, при том, насколько его легко переопределить вот всем, чем был до этого, может быть, и не стоит даже, вот. Так. Так, ну вот, давайте возьмем примерчик. Вот у нас будет приложение с кнопочкой. Практически из коробочки, вот только что я его создал, новый проект, с дефолтной, да, разве что не text view, а кнопочка. Так. Что мы видим? Что мы... А, ну вот, задача такая. По умолчанию кнопка выглядит вот так. Просто серенькая кнопочка. Предположим, мы хотим переопределить ее внешний вид. Чтобы не писать свою кастомную вьюху и так далее, мы просто хотим переиспользовать то, что есть, и минимальными усилиями покрасить ее в иной цвет. Значит, для этого мы идем в код баттона, ну, собственно, того, что мы используем, и смотрим, на какой стиль она ссылается. Вот, стиль задается атрибутом button style. Вот этот, вот тот themes material, который вот в ресурсах платформы указан, вот тут все стили содержатся, все эти атрибуты. И вот мы видим, что он ссылается на некий стиль. Мы идем, смотрим, что за стиль такой. Вот он. Текстовым поиском я его нашел. Да, это он и есть, да. Сейчас. Ага, да, вот так. Вот, он лежит у нас в файле styles.material. Так, и мы видим, мы же хотели его фон переопределить, Вот мы смотрим, какой из этих ресурсов влияет на его фон. Вот, похоже, что background, логично предположить. Вот, видим, что ссылка тут на drawable. ищем этот самый ресурс. Точнее, это будет непосредственно сам xml файл. Заходим сюда, тут ripple, и в нем указан другой drawable. В общем, короче, такое занятие на любителя, но тем не менее, надо знать, как это делается, чтобы знать, что переопределять. Вот мы уже, пройдя глубоко по иерархии, смотрим, читаем содержимое и вдруг понимаем, что вот у нас эта картинка задается, вот, inset нужен для отступов у этой кнопочки, вот, внутри задается при помощи прямоугольной формы с закругленными краями, которые тоже можно переопределять извне. Мы видим, что вот это вот tint, tint это то, во что будет краситься кнопка. Вот это вот мы используем, в общем, нам, грубо говоря, нужно определить цвет color button normal. Вот. Для того, чтобы переопределить сам цвет, то есть, смотрите, сейчас мы возьмем, если переопределим, ну вот, давайте сейчас зайдем в activity, так, что тут я уже что-то наделал, ага, пока уберем, вот, возьмем, попробуем, хотим мы задать красный, ну, давайте, желтый цвет, желтый. Так, значит, вот смотрите, мы переобрели фон на желтый и получили такой вот офигенный, замечательный желтый прямоугольник без отступов, без стенек, без закругленных краев, потому что мы всю ту иерархию, по которой мы сейчас спускались, чтобы узнать, что там за цвет, мы ее просто взяли и переопределили, выкинули ее. Нехорошо. Для того, чтобы переопределить вот тот цвет, который мы совсем недавно, где же он был-то? Вот тут. Вот этот самый стандартный атрибут, он, вот этот, как мы уже до этого узнали, это, в общем, атрибут, который задается в теме, потому что мы обращаемся к нему через знак вопросика. Нам нужно переопределить, мы хотим, да, мы хотим переопределить этот стандартный цвет, он используется в рамках всей темы по всему приложению. Если бы мы, например, взяли и переопределили этот цвет на уровне всего, например, всего приложения или Activity, то мы бы поменяли бы этот цвет сразу, ну, да, этот цвет поменяли бы сразу у всех элементов, у всех View, а мы хотим только у этой кнопки. Вот, для этого используется механизм overlay-of так называемых тем. Как это выглядит? Вот мы идем в стиле Color Pattern Normal, где у нас стили, 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 стили. Вот, смотрите, мы можем всегда наследоваться от особого такого стиля Theme Overlay AppCompat и в нем переопределять стандартные значения, вот, стандартные атрибуты. В данном случае мы хотим переопределить цвет. Вот, берем мы тот самый ColorButton Normal, который там был указан, делаем его желтеньким, как и хотели, и вот это применяем как тему на наш, нашу кнопочку. Так, Android Fin. Да, это он есть, да. Смотрим, что получилось. Да, убираем вот это вот грубое переопределение фона. Вот, мы получаем просто желтую кнопку, причем при клике там присутствует этот самый ripple-эффект при нажатии. Все как полагается, все закругленные края, в общем, очень мощный механизм. Можно точечно переопределять отдельные параметры. Вот вы способом, который я показал, вы его нашли. Что хотите поменять? Все, поменяли. Так, что еще можно посмотреть? Можно, например, можно чуть-чуть-чуть на уровне всего приложения. ActivityMain. Ну да, в стилях все. Так, вот, смотрите, стиль в, где он задается, да, вот здесь, в манифесте. вот стандартный, это когда вы создаете новое приложение, болванку, то вот задается UpTrim, так называемый. Вы в нем можете взять, например, задать общий стиль, есть стандартные стили, вот для той самой кнопки, которую мы сейчас мучаем, для нее на самом деле есть много разных стилей. Вот смотрите, ButtonStyle тот самый. Мы можем еще раз найти, где он определялся. Смотрите, что рядышком, вот, тем самым неявным наследованием создаются наследники, в которых, например, вот цветная кнопка, где в качестве переопределен, во-первых, сам цвет и переопределен фон, опять же. Опять, известным способом идем, ой, извините, увлекся, так, идем вот сюда, похоже на его, так, да, видим тут, что у нас используется вот этот цвет. Вот, и, например, если мы используем, мы можем использовать для этой кнопки другой стиль, но, чтобы ее, например, опять же сделать желтой, нам будет нужно переопределять уже другой цвет, не Button Color Normal, а уже вот этот. Таким образом, мы можем одновременно на, вот у нас кнопочка, вот она, шить, сейчас посмотрим, какой на свет покрасится, в красный, так, в красный, почему, потому что мы где-то уже что-то задолго до этого переопределили, да, похоже, к ней применяется Color Accent, сейчас, извините, сейчас все увеличим, все покажем, так, давайте узнаем, почему на нее Color Accent применяется, так, стиль Color, вот, так, мы не пойдем, а это он и есть, так, так, что-то я уже заблудился, да, это он, а, понятно, да, конечно, это ссылка на цвет, а там наверняка какой-нибудь селектор, да, там селектор, и, что мы видим, мы видим, что в состоянии, есть State Enabled, а в дефолтом состоянии, то есть State Enabled к False, а в дефолтом состоянии это Color Accent, стандартный тоже цвет из темы, он, как правило, используется как цвет для брендирования приложений, ну, как Google предлагает его использовать, соответственно, поэтому у нас кнопка и красная, соответственно, что мы можем сделать, мы можем, например, оставить Color Accent, ну, у нас бренд, брендированный цвет красный, мы хотим его оставить в приложении именно красным, мы идем в наш стиль, так, стиль мы хотим цветной, но мы хотим переопределить при помощи оверлея, как он там, theme, accent modifier, мы сейчас возьмем и переопределим уже не этот цвет, а нам придется приобрелить другой цвет, ну вот, тоже на желтый, и мы как увидим пример использования одновременно и стиля стандартного причем и просто аккуратненького подсовывания значения цвета, да, но тут надо было заодно в паре еще и текст Color переопределять, вот, одновременно задать вот так цвет в background color и то есть костыльное еще раз задать как и как то вот мы видели приоритет, список приоритетов, то все, что мы явно переопределяем, оно имеет больше приоритет, то есть руками вкостылить сюда это будет иметь самый сильный эффект, а если мы еще из процедурной это определим, то это будет иметь еще больше эффект, вот, звугоридим то, что было указано декларативно. А то, что было на первом приоритете, оно как? А это специфично для текстов, это то, что мы используем спаннабл строки, когда мы внутри строки туда внедряем грубо говоря разметку, аналогичный HTML, типа там paragraph, гиперлинка и прочее, оно практически никак в итоге не стилизуется. вот, я имею в виду извне, всякими стилями, темами. Так, ну вот как-то так, значит, что еще интересного? вы с Юрой и Дорофеем наследование в юг проходили, кастомью создавали? А, ну вот, ну то есть вот это вам все понятно, да, то есть когда мы создаем новый атрибут, ох, точно же не видно, да, ну вот, да, раз уж мы за стиль и атрибуты и прочее взялись, то предположим, мы хотим создать какое-то кастомное поведение для кнопки нашей недострадальной. Так, поэтому что мы делаем? Мы сейчас, мы хотим научиться декларативно параметризовывать ее какими-то новыми атрибутами, новыми свойствами. Что мы делаем? Вот есть такой механизм, когда мы определяем, вот, это в нашем самом атрос, мы можем создавать отдельные атрибутики, то есть атрибутики это какие-то некие, ну да, то есть мы сейчас до этого смотрели только на стандартные атрибуты, которые в системе и так до этого предложены, а тут мы можем создавать свои именованные какие-то и как видите типизированные вот за счет формата, можно создавать свои атрибуты и задавать их на неких view, ну как правило это связано с тем, что их задают на custom view, чтобы они в своих внутренностях например умели считывать их и смотреть их значения и каким-то образом видоизменяться или добавлять какую-то новую логику. вот странную создаем кнопочку анимированную вот тут мы захотим новый ввести параметр для тут как правило тут можно произвольно имя указать но как правило указывается имя класса вашей кнопочки вот она вот здесь это удобно поэтому поскольку можно например вот по command-клику перейти сразу на нее так мы для нее определяем новый атрибут animation scale его можно как вы узнаете задавать на самой вьюхе можно в стиле это у нас float мы хотим чтобы она при нажатии она увеличивалась и обратно уменьшалась это можно сделать разными способами но в данном случае мы хотим это вот таким немножко притянутым за уши сделать так значит что мы делаем создаем новый атрибут в стилях только в стилях нашего приложения о как помните вот эту штуку мы в качестве темы применили уже к нашей кнопке вот тот самый желтый несчастный так вот мы его применяем вот просто вот наш абсолютно рукописный новый атрибут появился у кнопочки ну то есть у стиля который мы применим кнопочки это float значение что поменим на цвет текста да можно хорошо так где у нас там была осталось ее найти только color button normal а нет это у нас была цветная кнопочка ну давайте искать о и мне тоже пока очень это увлекательно так виджет вот текст appearance вот нам нужно найти этот стиль похожа на него текст color задается наверняка селектором селектор очень мощная штука ей вот прям надо пользоваться в одном месте для всех разных состояний задаются значения все удобно посмотреть почему в нажатом она такая в ненажатом другая почему там почему десейблится вот смотрите текст color primary вот нам надо просто взять в этой в стиле который в качестве темы применяется к нашей кнопочке кстати вы знаете да что кнопка наследуется от текст в общем да мы сейчас просто переопределим не любопытный момент текст color primary да окей ну будем надеяться это он так ну хорошо задаем черный так ладно сейчас посмотрим применилось нет тем временем что мы хотели а мы в этой же теме мы задали тот самый кастом параметр кстати вот это у нас не просто кнопка а наследник как читать как читать эти самые кастом параметры есть стандартный способ нам нужно вот в зависимости от того каким образом создается view в нее вот в один из конструкторов мы попадаем и нам нужно считать дополнительные то есть вот супер там где-то в глубине и так считаются все ее стандартные атрибуты наша задача считать ее только что созданный ручной атрибут вот стандартный для этого механизм используется считали создали typed array из него достали float там вот дефолтное значение указали все запомнили после этого нужно обязательно вызвать recycle потому что typed array потом еще будет переиспользоваться в общем это такая правило всегда нужно выполнять всегда у этой вспомогательной коллекции нужно recycle вызывать так вот мы его запомнили в нашей кастомной view потом мы его будем использовать мы переопределяем нажатие click то есть вот таким образом мы все лисенеры потом в этом супере они вызовутся все действия которые должны вызваться по нажатию все кто на них подписался мы вот перед тем как дернуть стандартную логику кнопки мы ее возьмем и пронимируем ну вот с этим вы сталкивались это такой самый примитивный аниматор часто его вообще хватает на вот любой view можно вызвать animate задать стандартные какие-то преобразования это может быть вращение это может быть масштабирование там ее перемещение вот на заданные значения и туда же можно приделать так называемый лисенер ну вот есть упрощенная чаще всего используется какой-то лисенер на окончании анимации но можно повесить лисенеры например на каждый шаг там пока анимация идет можно повесить ну вот на окончании да повесил для этого есть хелпер такой вот отдельный а можно вот так сделать можно что делается в старте при отмене при повторе и так далее анимации да можно зацикливать вот и мы тут вот берем и просто по окончанию анимации дергаем то чтобы она еще раз проанимировалась просто в обратную сторону а до этого анимируется на то значение которое мы определили в стиле который мы определяем как тему на этой кнопке вот так классно тот цвет не сработал ну ладно сейчас окей как вы говорили как вы спрашивали давайте вы сейчас сейчас возьмем грубейшим образом то есть мы сейчас убьем использование того самого селектора заметьте который был на разные состояния кнопки но тем не менее мы ее она у нас стабильна всегда текст будет строго черный получилось вот так делать не нужно но вот кастыль ставили по нажатию вот наша кнопка делает ту саму анимацию вот а стиль то есть а значение нашего кастом атрибута было задано посредством стиля посредством стиля да который применился как тема то есть мы атрибута в атрибутах для кнопки мы задали флот и передали его туда да вот вот значение вот видите вот прямо то что мы определили в нашем вот здесь анимейшн скейл анимейшн скейл это то насколько она увеличится заскейлится вот вот смотрите еще раз давайте вот заглянем сюда вот смотрите вот та самая простая анимация которую мы создаем стандартный механизм самый простейший вот мы просто передаем это самое значение мы его до этого считали а мы его задали в атрибутах мы это произвольное имя вот здесь вот здесь оно фигурирует я могу его там да может любой да не любое оно должно быть уникальным причем оно должно быть уникальным не только даже в вашем проекте но оно не должно пересекаться с названиями атрибутов из платформы в общем надо к этому так подходить серьезно ну понятно что вас там компилятор предупредит о том что вы пересекаетесь с кем-то но в общем об именовании нужно думать так да кстати касательно кнопки все что я сейчас сделал можно было конечно же сделать совсем иначе давайте что мы сделаем да ну вот в случае если скейл 0 то она не будет при нажатии ничего делать вот мы возьмем зайдем создадим параметр можем его ну окей ладно 0 как вообще по-человечески можно делать то самое что при нажатии она выполняет некую анимацию мы можем в я вам вначале говорил про property аниматоры вот видите опять же тот самый селектор мощный механизм мы можем описать некую анимацию для произвольной view то есть применять можно к чему угодно которая тоже вот скейл по иксу по игреку вот там на полтора некое значение ну его тоже можно понятно да вынести в атрибуты задавать через темы стилей как угодно вот мы можем взять и на самой кнопочки так ну вот стоит лист аниматора в общем это называется штуковина как он там скейл скейл анимейшн это вот ссылка как раз на тот ресурс где декларативно описана анимация в общем мы сейчас сделаем ровно точно так же не используя наш интересный притянутый за уши механизм вот видите шить это сейчас используется декларативно описанная анимация вот как можно задать так чтобы типа если часто часто нажимаешь то она все больше и больше с тоже да в кнопке запоминайте значение там с анимациями такие возможности в андроиде что углу страшное дело ну в самой кнопке запоминайте насколько она уже увеличилась ну это уже вопрос это надо я думаю уже смотреть на конкретном примере потому что это отдельное свойство мне кажется что они могут вообще наложиться давайте посмотрим у меня есть прозрение что они наложатся давайте посмотрим то есть будет увеличение одновременно и на то и на то так давайте здесь сделаем 1 и 5 ну как там то есть вот на полтора она где-то увеличивается немножко так пробуем видите ох ну да непредсказуемый эффект да но в общем биоанимация ну в общем так делать не надо да нечто непредсказуемое ну в общем мы да чего и добивались так еще про что рассказать ну вот кстати про property анимация то что мы сейчас посмотрели еще есть с анимацией по ключевым кадрам тоже в ресурсах могут быть так угу отрезаем все это с кнопочки с нашей несчастной scale 0 color state list убираем state list аниматор вернее так и вот в обработчике загрузим обработчики в обработчике в самом да в activity у нас тут вот на click listener повесим click listener который будет загружать нашу анимацию ключевым кадром и ее запускать опять же все описано декларативно мы ее можем в любом другом месте опять подтянуть вот как-то так так что еще ресурсы ресурсы о давайте я вам расскажу как как например не плодить лишние растровые ресурсы троубла как например сейчас мы поступаем в большинстве случаев если у нас в нашем приложении официальном клиенте одноклассников например нужно сделать какую-то иконку для какого-то действия то мы можем обратиться к дизайнеру попросить его сделать и дать его в векторе в SVG можем сделать так прямо в студию встроенном весьма мощное средство вот вы можете сделать new vector asset и тут вы можете заимпортить из того файла который вам дал дизайнер из SVG или PSD единственное что дизайнеры они вам делают некий SVG файл а то во что он сконвертируется вот этим инструментом это весьма нечто непредсказуемое и в общем иногда что-то может пойти не так вот но зато вот всегда работает такой способ мы тут есть иконки на все случаи жизни вот не знаю такую окей но они действительно там то есть практически под любое действие что вам нужно что-нибудь найдется подходящее можете выразить ее размеры можете этого не делать можете задать цвет вот и у вас создаться видите в XML в папке дробл появится новый XML и что прекрасно что никаких зависимостей от плотности точек на экране вот прям вот будет работать и везде одинаково и прям везде будет красивый так не ну понятно что если это вектор на котором очень много мелких деталей то на экранах маленьких он будет с низкой плотностью он будет рендериться не очень красиво много деталей пропадет и будет какая-то нечитаемая каша поэтому совсем наверное если вы одновременно хотите для маленьких для больших то надо там в общем отдельный вектор делать желательно ну и со своим квалификатором его делать так где у нас эта штучка вот видите смотрите какой маленький вот вот это вот сам path data тут описывается что мы рисуем на канвасе и с такой-то точки мы идем в другую точку и так далее по точкам мы рисуем всю вот эту самую картинку то есть все описано примитивно понятно тут же цвет определяется но цвет на самом деле не так важно потому что везде в местах использования можно пользоваться так называемым тинтом мы тоже сталкивались это типа оттенок который вы задаете цвет в который нужно покрасить некую некую форму это может быть shape это может быть какой-то растровый drawable вектор drawable он просто перекрасится в тот цвет который вы укажете так ну и вот можно взять кнопочки поскольку это текст view ее можно взять drawable left задать и задать вот самое то что мы сейчас сконвертировали вот видите таким образом вы без помощи дизайнера взяли и по-быстренькому сделали вполне себе адекватную графику вот ну вот как-то так да так что касается материал дизайна вот чтобы делать красивые приложения желательно вам и вашему дизайнеру вот вот ознакомиться с гайдлайнами хотя бы введение почитать то есть про что материал дизайн понятно что он наверное в какой-то момент он чем-то будет другим заменен как и материал дизайн совсем недавно появился так чем-то скорее всего он со временем тоже заменится в общем надо все это разобраться во всем этом понять что такое базовые основные цвета вот есть то с чем стоит ознакомиться дизайнеру что такое основные цвета цвета очень важно их в вашем приложении не плодить то есть использовать минимальный набор вот просто если это приложение имеет там некую историю там несколько лет надимой работали несколько дизайнеров то обычно все превращается во что-то в какую-то кашу потому что дизайнер какой-то приходит который например не знаком с текущей цветовой даже палитрой он придумывает свои новые цвета разработчик не сильно разбираясь берет эти все цвета заносит в этот в таблицу цветов и в итоге у вас вообще какой-то зоопарк каждый экран выглядит разнообразно в общем все это ужасно вот лучше ознакомиться понять концепцию что такое праймари цвета для чего там используются какие-то альтернативные цвета в общем все это надо почитать и понять вот еще есть вот от гугла есть такой инструмент который вам позволяет для вашего приложения вот видите подобрать какие-то это то есть скажем так если вы будете делать приложение используя только стандартные вьюхи и вот видите и можете при помощи вот этого инструмента подобрать значения для базовых цветов посмотреть как они будут вот в разных сценариях выглядеть подкорректировать и потом взять и вот тут же их можно с некоторыми оговорками да их можно заэкспортировать да это xml вот и тут вот тот самый primary color да color они вот каким вы выбрали цвет каким он будет тут тоже можно переопределять цвет текста в общем можно так хорошенько поизвращаться и просто посмотреть в разных сценариях как это будет сочетаться друг с другом это важно в общем используя вот эти значения вы можете определив их в своем приложении можете его очень качественно перекрасить потому что все стандартные вью базируются на вот этих атрибутах ну атрибутах которые соответствуют вот этим значениям вот как-то так ну и все что в принципе я рассказал по большому счету оно доступно как всегда вот здесь обращайтесь читайте вот спасибо за внимание Продолжение следует...